Перед нами новая коляска-люлька Тевтония Близз. И мы попробуем сейчас ее разобрать и собрать, чтобы посмотреть, как это делается, насколько это просто и удобно, и как с этим может справиться один человек. Итак, для начала мы уберем с нее капюшон. Капюшон убирается нажатием на боковые серые кнопочки и легко складывается практически в плоскость. А сама люлька убирается с помощью рычага, который находится у нее на дне. На него нужно потянуть на себя и просто приподнять блок люльки. Он легко снимается, его можно транспортировать. Если необходимо сложить люльку в более компактное состояние, чтобы положить ее в машину, где уже весь багажник завален какими-то вещами, то у нее на дне есть специальные рычажки, которые нужно потянуть к центру люльки. И тогда ее бортики опускаются вниз. Для этого нужно немножко больше усилий, чем для снятия. Но можно получить люльку вот в таком плоском виде, и она занимает совершенно немного места. После того, как мы сложили люльку саму, можно сложить шасси. Для того, чтобы сложить шасси, нужно нажать на боковые упоры, которые находятся на ручке, и потянуть их наверх. Перекидываем их на обратную сторону. Шасси компактно складываются. Чтобы уменьшить место, которое она занимает, можно отогнуть рукоятку от себя. Для этого есть специальные круглые кнопочки, на которые нужно одновременно нажать и повернуть рукоятку сюда. И таким образом вот столько места занимает у нас сложенное шасси. Если мы их сложим вместе, то видно, что коляска довольно компактная и поместится в любой багажник любой машины. В багажник нашей машины мы положим ее чуть позже. Теперь соберем коляску обратно. Действуем в обратном порядке. Сначала отгибаем ручку у шасси. С помощью ее кнопок боковых нажимаем на упоры и откидываем рукоятку назад. Так у нас шасси встает в свой первозданный вид. Корректируем ручку по нужной нам высоте и ставим на шасси блок люльки. Это делается очень просто. Для начала возвращаем бортики на место. Тянем рычажки до двух характерных щелчков. Это значит, что они закрепились с обеих сторон и бортики не упадут во время прогулки. Берем люльку и аккуратно ставим ее в специальные прорези. Когда люлька встала на место, вы услышите характерный щелчок. Это значит, что она закрепилась. Нужно помотать ее в разные стороны, чтобы убедиться в том, что она крепко встала. Дальше можно поднять обратно капюшон. Это делается без всяких щелчков и замков. Он просто встает обратно. А накидка люльки отстегивается молнией. Очень удобно, что можно отстегнуть ее частично, чтобы, например, поправить ребенку одеялко или пеленку и не потерять эту накидку. Можно отстегнуть ее полностью. Замок у накидки двусторонний, поэтому можно делать это как с левой, так и с правой стороны. И так накидка убирается полностью.